привет мои хорошие привет всем с вами dolce vita ну как у вас дела готовитесь к новому году елку может кто-то уже нарядил мы еще нет когда будет елка она будет там где-то на заднем фоне также мне спрашивали просили снять видео а смр с елочными игрушками не обещаю может быть может быть нет найти как получится может быть если буду здесь стоять коробки покажу в общем сегодняшнее видео сегодняшнее видео кстати да если вы не подписаны на меня в instagram подписывайтесь и спасибо за ваш лайк если поставить и сейчас и особенно также за ваш комментарий значит инстаграм мой всегда оставлен либо в инфобоксе либо он существует всегда на главной странице канала просто переходите о канале это значит ссылка на instagram felicità нижнее подчеркивание 555 ну что там сегодня было stories и вчера и вообще на днях о чем будет сегодняшнее видео я купила браслет пандора и сегодня этот браслет стала купила пару дней назад а по моему дня назад а предыстория так фокус предыстория такого никогда не покупала пандору ничего мне никогда не было интересен этот бренд я никогда не заходила в их в их магазин мне кажется вообще никогда я никогда не ношу браслеты вот сейчас для видео я специально надела этот браслет это браслет дворовский если вы со мной на канале давно вы знаете об этом браслете тоже ему где-то мне кажется лет 16 да мне кажется почти 16 ему лет вот и я его надевала ну может быть раз в десять то есть я вообще не ношу браслеты я посмотрела он знаете у них много разных не сваровский ручной работы то есть у меня из доминиканы ручной работы что мне еще есть подали подаренные из нефрита такой камень и зеленый он красивый очень нагревается в руках из китая мне привезли подарок тоже ли мне кажется тоже 13 назад что у меня там еще есть какие браслеты еще какой-то подаренный серебряные с весь фианитах что еще есть есть может 5-6 браслетов это единственный который я ношу вернее который я надевала 10 раз за 13 лет чтобы понимали я не ношу браслеты и вот что-то 3 недели где-то назад плюс-минус мы были софии в торговом центре зашли в пандору я надела браслет розового золота покрытого розовым золотом змейка и с застежкой такой тоже фианитиках значит я решила ну может быть не знаю он мне понравился вообще мне нравится единственный браслет ну конечно не единственный но один из браслетов которые будут мне нравятся которые бы я для себя хотела это браслет карте значит он есть видим гвоздя если вы скажем так знаете эти браслеты известные карте 1 по моему коллекция называется love мне кажется а вторая вот этот гость не помню как по-английски слова гвоздь значит они начинают по моему от четырех лет пяти тысяч евро но на сегодняшний день тем более в минске карте магазина нет я не рассматриваю вот время покажет но чем мне просто понравился этот приглянулся и показался в стиле карте этот браслет пандора прошло две недели и вот сейчас была эта черная пятница в минске это всего лишь 20 процентов и я купила его я купила плюс у меня запястье 14 сантиметров самое тонкое но очень тонко запястье самый маленький размер но почему-то консультант уверил меня что нужно брать 17 размер вот я позавчера купила и вчера я его надела первое надевать крайне тяжело у меня браслет был змейка он еще жесткий да он размягчится и размягчится он станет более податливым но надеть его минут ушло мне 10 то есть это если куда-то спешишь ты его просто не надеешь первое и вот второе дальше я его надела и вот он знаете так ездит болтается то есть до сюда доезжал у меня этот 17 размер и я поняла что и что дальше я не хочу собирать шармы и я не хочу этого и совсем он не похож на карте но все и я решила его во первых ну на 16 размеров отвести поменять как минимум зашла сегодня другой торговый центр мы померили с девушкой консультантом в другом магазине пандора что я уже изучила эту тему какой же нужно брать размер и кстати где написано плюс два сантиметра где плюс три но в любом случае она сказала только 16 мы надели и здесь хорошо и здесь плюс он еще потянется я поехала в тот магазин где я брала браслет и значит парень другой консультант мне надел 16 конечно 16 ваш размер но вот и что же получается получается что я не хочу его политика закон вообще что в беларуси что в россии не знаю наверное за границей так хотя однажды я покупала кольцо да я покупала мне в общем не дарили очень дорогое кольцо когда-то нового love story давно там но кольцо то есть булгари чиклоли по-моему так называется коллекция это вот такие сферы и одна из сферы выпала у меня я смотрю нету и она вся была усыпана бриллиантами но понимаете то кольцо вообще две тысячи стоило и я пошла в магазин и я не посмотрели то есть было понятно что это брак и кольцо отправили в милан а мне через три по-моему дня сказали или недельку прийти в общем не пришло новое кольцо и все то есть поэтому есть случаи когда ювелирные украшения по закону могут обменять поменять и так далее ну когда есть брак а так что в беларуси что в россии что в любой точке мира я думаю в общем ювелирку нельзя ставить ювелирное украшение и драгоценное украшение только если есть брак пандора идет навстречу клиентам ты можешь выбрать тогда на эту сумму либо на большую сумму но не на меньшую что то другое меня пандора не интересовало не мой это бренд вот не мой я просто не был никогда моим и вот взяв браслет я поняла нет не смотрится он на моей руке как бы я хотела не не вдохновляет не воодушевляет у меня и я не хочу собирать шармы может быть повесив 5 шармов может быть он бы и заиграл но вкладывать примерно в браслет 500 долларов я подумала для меня это не интересно это не золото и это не то что я бы хотела то есть я вот его хотел таким минималистичным но может быть два шарма хотела и как говорится перехотела ну вот значит к чему веду сегодня поехала и так как магазин по-моему так называется а им так магазин располагает еще другими продают другие бренды мы стали с консультантом искать мы стали искать перед тем как я вам покажу что я купила и это было долго потому что все таки я вышла я не хотела ничего доплачивать там был майкл корс были часы ну я не подумала что ну нет только не кидайся в крайне не буду сейчас застрять внимание почему я хочу сейчас сразу вот что сделать я без помады поэтому давайте сразу вместе накрасим губы вот снова блеск живанши спасибо вам мои хорошие за ваши комментарии и советы мне советовали блеск девушка не помню сейчас ваше имя если смотрите а то вы узнали значит что я говорю вас потому что только вы мне посоветовали калистар вы сказали что он очень классный я почитала кстати отзывы и там девушки сравнивают его говорят что он даже лучше чем dior и по моему еще ну в общем лучше достаточно люкса ну как бы в минске она стоит 30 долларов цена люкса не было тестеров на то чтобы я хотела и я не беру никогда вот так вот просто зато мне очень попался хороший консультант она внесла вот такой она сказала на акции на акции говорит есть вот ноль четвертый тон написано по французски я не знаю французский я знаю испанский итальянский английский русский белорусский французского не то поэтому не буду читать но я так понимаю что это что-то насчет клубники in trouble а нет фрамбол короче не знаю как называется но четвертый тон так ладно давайте посмотрим смотрите и вот в общем он на скидке был шикарный просто есть он так стоит а 30 евро я забрала за 10 евро представляете потому что он был последний очень хорошая девушка консультант попал смотрите какой так давайте мы хорошим что-то поэтому хочу накрасить столько ну все таки будет новато так ну в общем давайте накрасим так и потом покажу что купила так еще надо же это снять кстати напишите мне у кого блески живанши были хорошие ли они ой ну хороший такой фрклярчик вот мне он понравился чем что его можно давайте попробуем он сумерка я не люблю эти звуки не люблю эти звуки этих блесков не какие-то они непонятны давайте попробуем вкусный клубничный хороший такой не знаю клубника ваниль попробуем посмотрю сейчас и предстану на суд какая прелесть аппликатор классный это то что я хотела минуточка терпения еще хомячок бегает но вот девчонки это сейчас как-то 7 свет неправильно надо поставить так посмотрите это сейчас еще немного не не сладко чуть-чуть побольше но мне очень нравится во первых мне нравится то что его можно вот так сделать не очень ярко губы сочнючие как будто гиалуроном подколола ой обожаю красиво красиво люблю вот это то что сейчас надо то что сейчас так не как будто гиалуроном а как будто мне снова 16 как классно вы классно тем что эти нужно наслоить хорошо очень красивый цвет просто интересный аппликатор он такой вот копытца копытца могут равнить копытца нужно в общем прелесть так что видите как хороший консультант это ты к чему то которая на калистар стояла женщина такая лет старше меня я думаю может плюс-минус не знаю в общем она такая была не очень доброжелательная и когда она поняла что не собирается брать она сразу ушла ну ладно хотя ей сказала по-русски озвучила а не интересует что-нибудь на акции хороший блеск вот потому что во первых я зашла в магазин крафт где у меня нет карты и там в принципе скидки не предусмотрено только на только накопление а есть еще другой магазин звезда то у меня 18 процентов на всю продукцию то есть от любой покупки люкс минус 18 процентов зачем мне покупать что-то в крафте а вторая девушка молодая вот не помню либо она мне сказала помочь вам либо она кому-то обратилась магазин был пустой и я тогда сказала и тоже девушка мне интересует что-то на акции блеск есть может что-то и вот она мне сразу показал такой персиковый цвет без блесток но он такой нюдовый эффект мне не интересовал и потом она мне показала этот этот даже был дороже в общем 10 евро даже чуть меньше чем 10 евро а так его цена 30 30 даже 32 представляете вот так в общем ярко красиво по сумкам будет носиться так ну что это чтобы выглядеть поярче сейчас посмотрим значит и вот девочки что я поменяла пандору на что вообще я бы сдала и ничего не брала потому что я хочу на новый год немножко скажем ну такой подарок весом и себе но ну браслет не забирают просто и поэтому и поэтому тогда вы знаете эти мои тоже что я люблю как в общем вот бренд ты сэнта милана серебро позолоченное вот этот вот эти коробочки вы знаете что у меня три кольца таких есть кстати вот смотрите одно это я просто сегодня у них была вот это одно кольцо вы знаете оно у этого бренда в их на их официальной странице инстаграм есть я с этим кольцом и с бокалом вина они пять лет назад когда я купила это кольцо связались со мной и попросили они нашли по хэштегу потому что я поставила ты сэнту милану и попросили разрешение могут ли они мою фотографию к себе в инстаграм поставить поэтому если вы зайдете на официальный сайт вот этого бренда то пять лет назад 2015 год по моему был 2016 2016 лето июль там есть я в очках солнечных бикини и с бокалом вина и разноцветный такой маникюр пастельных дефирных тонах и кольцо вот это это было следующее кольцо куплено нет еще у меня есть другое ярусами как в бриллиантах и вот это но это мне большое я не знаю ну видно я покупала до когда я покупала я еще весила на 7 килограмм больше потому что был период когда я принимала там препараты и за счет них я набрала 7 килограмм поэтому когда я покупала это кольцо одно было мне оно было мне ведь не свободным а это сейчас а сейчас она свободна вот но в любом случае я люблю этот бренд и поэтому сегодня майкл кортни вообще не рассматривала там были часы но браслет красивый у часов да ну нет а вот второй вариант хотя могла взять потом я думала маме потом отдам когда вот не захочу носить но часы нельзя дарить да как-то вот ну я вот считаю что нельзя дарить часы вот плюс меня лежат часы омега я практически не практически я не ношу ну и есть еще другие причины то есть я не хотела скажем так вот ну если тот браслет я купила изначально потому что мне напомнил чем-то карте но это не карте и я не хочу то часы майкл кортс который сегодня имел они чем-то напоминают они очень элегантные были ну вот где-то отдаленно что-то похоже на ролик с только ролик с большой грубая мне такие часы допустим не нравится если я вот и буду когда-то рассматривать часы возможно то это должно быть что-то элегантное но я решил нет нет плюс мечется не нужен и был стенд тэсэнто и я не хотела ничего переплачивать и плен принципе не мне очень мало что понравилось даже у тэсэнто как бы с кристаллами и не хотела серги и так далее и вот смотрите что все таки я смогла подобрать и буквально один доллар доплатил то есть то же самое что стоил браслет я доплатила и сейчас буквально 10 минут назад я зашла на официальный сайт чтобы посмотреть сколько же стоят серги которые я взяла и серги и подвеска и узнаете серги стоят одни серги стоят столько сколько я заплатила за серги и подвеску и поэтому это вдвойне приятно вот такие мешочки здесь обычный там лежит паспорт так где это еще здесь лежит как я уже сказала пломбочка то есть это серебро и позолоченное позолоченное смотрите девчонки какие два сережки под мои кори глаза покажу вам сблизи покажу вам сблизи чик так давайте так вот такие не знаю как же их смотрите вот такая стеречка чик и вот такие серги они есть на официальном сайте вот этот камешек вот я надену и покажу вместе с подвеской как смотрится вот правда если я всегда ношу серги то я и ношу серги это к лицу браслеты не мое поэтому да и знаете я еще потом что говорю может быть говорю есть у вас в лимонном золоте что-то изначально подумала ой так думаю возьму в розовом золоте но вот надо было еще и в лимонном померить может быть в лимонном на руке может быть он мне понравился больше но уже того размера не было но все равно вот смотрите вот так смотрится сережки заходите в инстаграм я буду завтра в них буду там может быть все какие посмотрим ну что скажете девчонки я сейчас блузку надела эту потому что хочу показать как смотрится подвеска так да висит а вы не скажите допустим вот эти серки так как в них такой коричневый камешек такой да вот у меня кори кори глаза сейчас давайте так сделаем с этими покраснения где-то ну ладно уже не обессудьте да вот тут покраснение вижу по-моему да я же тональным крем не пользуюсь да смотрите вот лопнули капиллярчики прям так явно сегодня да прям явненько я не заметила видно недавно и вот я надела такую белую доску как вы считаете вот оно красиво на таком фоне до этого я была надета в такой лонгслив лонгслив но он был в серо-голубых тонах и в принципе эти серги тоже классно смотрелись напишите что какой цвет здесь еще какая база может быть чтобы вот эти вот еще большие камни оттенялись ну в принципе они как бы играют своими глазами давайте покажу вот эту вот подвесочку подвесочку моя хорошая серебряная цепочка и на ней вот не знаю почему серебряная ну потому что ну вот так вот бренд решил на серебре может быть чтоб не терялся этот колончик ну вот смотрите так что мне надеть надену вот я еще сейчас покажу вам хочу цепь купить но золотая цепь стоит где-то примерно сами понимаете ну если вы не знаете цены я например их не знала цепочка золотая стоит тысячи долларов ну если там скидка будет может меньше ну так вот плюс-минус конечно все зависит от цепочки ну пятьсот семьсот тысяч я например я например не знала ну конечно все зависит от веса в общем то что я золотые цепи как бы не рассматривала а сейчас же вот увидела у одной девушки как ее зовут такая стилист ой это было как зовут интересно она взялась в такой такой вообще давайте нам не остановимся не на стилистах девушках посмотрите как красиво на белом девчонки правда супер такой знаете лаконичный так сейчас как будет такой стук опа нет не будет амортизации смотрите мы хороший как прелесть правда ну вот честно сказать ну конечно на белом он выделяется на белом да но может быть интереснее на каком напишите на каком цвете вот вы думаете будет тоже классно на каком на красном будет хорошо бордовом мне кажется и на любом да и на синим и на сером и что еще на красном вот на красном уже сказала и на зеленом ну как то так я к чему хочу сказать ну в общем заменила я пандору вот на такой комплект было кольцо еще но кольцо и серги выходило больше а я не хотела переплачивать вот мне не было в планах допустим даже тсн то покупать вот этот бренд но так получилось почему я заговорила про цепь там была очень классная цепь на официальном сайте она стоит 1000 евро у нас в магазине она стоит меньше а сколько чуть меньше со скидкой может 800 но неважно серебро позолоченное вот такими большими звеньями я вот у одной как же ее зовут хочу сказать дизайнер стилист ну не стилист она блогер фэшн блогер не помню она сама сербка живет в лондоне может кто-то узнал темная такая забыла на ка фамилия на ка забыла и вот она взяла такой о себе ожерелье оно из двух разных вариантов цепи с одной и со второй стороны стоит и здесь малахит висит очень классная бренд забыла сейчас как называется но какой-то такой я не знала этот бренд зашла к ним на сайт где-то она взяла за 250 долларов или евро ну а так они по 350 стоят и там мне очень понравилось вот из-за цепи одна сторона цепи звенья ну чуть поменьше вот такие а вторая и форма тут квадрат а тут допустим более плотная цепочка и здесь такой круглый малахит очень красиво я подумала я хочу вот эту свою голову вот это полермитанки из это вот у меня керамика да вот и вот этот видите 3 сколько тут 3 переплетенный такой вот с такими закреплений под золото шнурок я хочу повесить вот на такую классную цепь сейчас цепи оказывается но они как бы такие плюс еще то есть они в тренде плюс еще вот сейчас я нашел пиджак сейчас свитер да то есть вот это все и почему бы нет все так возвращается как в 90-е годы я хотела бы вот это повесить на такую цепь но у тассиенту она стоит вы слышали до 1000 евро я думаю где можно купить мне не нужна золотая может быть кто-то имеет какие-то как сказать идейки вот потому что ну нужно вот такого лимонного цвета цепь я хочу сюда вот помимо шнурка иметь доступ в общем ее повесить еще и на цепь иногда кстати это тоже какая-то ручная работа вот так вот сейчас вам покажу вот когда-то я покупала тоже лет года 4 назад ну все в том же наверное 2016 году да почти 5 лет назад будет летом так ну что поплыл девчонки поплыл в уголках поплыл поплыл блеск я вот говорю и все и он потек ну и что пишите что делать чтобы он не тек ну понятно хорошо следить а еще такой красивый потек хорошо по 10 евро вот так вот купишь какой-нибудь томфорд или еще что-то поэтому я вот я тысячи раз отмеряю почему он затек буквально я с вами поговорила 26 минут уже накрасил то я 10 минут назад то и за 10 минут он уже потек девчонки напишите что нужно чтобы он не тек что карандаш или все же здесь я не знаю напишите пожалуйста ну не знаю вот вам блеск живанши кто пользовался и почему так или это нормально не знаю так это то что казалось я вас хотела спросить про цепочку напишите если в комментариях что потом носите ли вы пандору или предпочитаете другие украшения тоже напишите напишите правильно ли я сделала что дала пандору как думаете понравился ли вам этот комплектик вот еще раз покажу вот смотрите да вот и что подписывайтесь на инстаграм целлючита нижняя подчеркни три пятерочки спасибо мои хорошие за ваш пальчик вверх а вот не знаю когда это выйдет выбило видео выйдет оно конечно очень долго обрабатывается ну и что еще что с чем какой блеск не будет расползаться я уже точно больше не буду ничего покупать из этих из блесков потому что или это нормально что блеск живанши через десять минут я не знаю видели вы или нет но это зеркало было очень видно он просто а может я его много положила девчонки может я его много положила он поехал может быть его следует здесь в уголках меньше ну или все таки ну как защитить чтобы оно не поплыло или это нормальная реакция мне очень нравится цвет вот или калистар все таки плотнее и не будет плыть течь лететь и так далее все всем спасибо за просмотр за ваше общение за ваши пальчики вверх вы всегда меня вы меня балуете и поэтому я снимаю для вас бачо граци жду ваши комментарии мои хорошие чао